Всем привет! Сниму сегодня коротенькое видео. Сначала скажу, что у меня на губах. Это вот эта помада Model Rock и вот этот карандаш от CERME. Они подходят друг к другу. Помада мне показалась сначала классической бежевой помадой, но она, не знаю, какая-то проявляющаяся, что ли. Она немного розовая. Вот посмотрите, она здесь выглядит более бежевой. На губах она розовая. Не такая сильно розовая, но немного розовее, чем я ожидала от нее. Сейчас я вам похвалю вот эту базу. Ну, похвалю как. Я ее не пользовалась, но на руке она просто очень красиво смотрится. Это база от Clorans. Я покажу вам сводч. Она перламутровая, блестящая, красиво матирует и в то же время дает блеск. То есть, кто не любит влажную кожу, наверное, эта база для вас. Я завтра нанесу ее и, возможно, вторую часть этого видео сниму уже с этой базой, чтобы не быть голословной. Расскажу, какая она есть. Но, видела, на подруге на ней было очень красиво. Поэтому и мне тоже она понадобилась. И, надеюсь, будет так же красиво. Матовое лицо с блеском. Интересно смотрится. И еще хотела нанести сейчас все-таки эту пудру Метеорита от Guerlain. Потому что в прошлый раз я так и не нанесла. Вот эта пудра. Нанесу кистью от MAC номер 268. Так и не купила кисти от N-Beauty. Забыла. И хочу сказать, что вот эта пудра мне особенно нравится. Наносить ее именно вот так. Я целый день ходила, в общем, с макияжем. Она на мне тоже есть, но с утра уже, наверное, ее не так видно. И сейчас снова нанесу. Вот когда, знаете, наносится уже на кожу, которая энное количество времени уже провела с макияжем. И снова мне нравится вот так нанести ее. Вот, по-моему, красиво. Свежее стало гораздо лицо. И вот сюда отдельно румяна. Обычно я делаю так. Сюда румяна, потом хайлайтер отдельно сюда. Можно сюда. Вот такое получается лицо. Мне очень понравилось. И с тех пор, как я ее купила, я пользуюсь только ею. В общем, мне нужно снять видео про продукты любимцы. Там будет эта пудра и там будет 100% Редкин. Посмотрим. Надеюсь, и эта база там будет. Но пока не могу сказать. Еще есть у меня одна покупочка, новиночка. Вот такой мини-скраб. Я купила специально маленький, потому что хочу купить все. И потом посмотреть, какой конкретно мне понравится больше. И купить его в большом объеме. У меня с кокосом скраб. Когда-то, я давно показывала, у меня был скраб с вишней. Очень он мне нравился. И, честно говоря, ни один скраб его не переплюнул. Потому что, ну, здесь нет такого аромата, как у того скраба. И мне кажется, там были какие-то кусочки вишенки, что ли. Такое было питание. Видимо, масел больше. Я не знаю, чего. Но этот скраб сухой, в общем-то. Но когда его наносишь на тело вместе с водой, он такой становится как будто питательный, что ли. Здесь кофе. И в кофе добавки. Написано, кофейный скраб для тела. Молотое зерна высокогорного индонезийского кофе. Австралийских местных сортов. Отличается высоким содержанием кофеина. И великолепным стойким ароматом. Но все-таки надеюсь, что эта марка снова ведет именно вишню. Начнет производить такие скрабы. И тогда я куплю снова большой. Даже, может быть, несколько, чтобы они у меня были. Потому что очень сильно мне нравится. Но вот этот, если бы я попробовала первым именно его, я думаю, что такого восторга он бы меня не вызвал. Этот скраб я советую тем девушкам, которые любят поскрабироваться, знаете, так от души. Отдраить кожу. Потому что многие на обычные скрабы говорят, что недостаточно жестко. Отшелушивание идет. Я, например, ну, у меня кожа не чувствительная. Я люблю и те, и те скрабы. Для меня все нормально. Очень деликатные люблю. И такие. Ну, вот это такое ощущение, что на сухую кожу. Вот когда наносишь скраб. Такое. Я не люблю. Не поклонится наносить на сухую кожу скрабы вообще. Я люблю ванны, на распаренное тело. Ну, в общем, все как надо. Еще я этот скраб сочетаю с кокосовым маслом. Вот с этим. Коко Косметикс. У меня он застыл. Когда лето, он становится жидким. А вот зимой он становится таким. Уже почти... Его почти уже нет. Но очень приятно после как раз этого скраба кокосового нанести еще. И тело такое кажется прям очень-очень плотным и тугим. Мне нравится это ощущение. В общем, это все. Я соединю это видео с каким-то другим. Потому что оно очень короткое. Всем пока. Надо было, наверное, собрать волосы, чтобы был более заметен цвет метеоритов. В общем, вот так. Всем привет. Вот эту свою красоту, которая мне безумно нравится до сих пор. Это уже получается. Сколько времени прошло с того видео, мне до сих пор нравится. Покажу еще раз. Это Герлен Метеориты. Это компактный. С потрясающим ароматом. Это пудра, хайлайтер и румяна. Мне очень нравится. И я не знаю, не понимаю, как может мне нравится этот продукт. Потому что он делает очень красивым лицом. Свечение придает красивое. Все безумно нравится. И еще что у меня есть. Герлен. Вот добрые люди мне наклеили сюда ферреры же. Герлен Метеориты. Покажу с этой стороны. Вот. Смотрите, какая красивая коллекция. Это буквально самая красивая елочная игрушка. Но Новый год уже прошел. А игрушки остались. Мне его подарили. Это безумно и вдвойне приятно. Смотрите, боже мой, как красиво-то пахнет. Мне понравилось, что здесь крышечка. Видите, какая. Это рождественские метеориты. Я, между прочим, и хотела. Потом губка. И вот такая красота. Показываю поближе, потому что нужно смотреть близко. Очень-очень они красивые. Просто невероятно. У меня есть метеориты. Не буду просто говорить, покажу. Посмотрите, какая разница. Какие эти огромные, какие эти малюсенькие. Это, по-моему, позапрошлый год, да? Тоже рождественская коллекция. Это шар для гаданий. А это вот елочная игрушка. Так, давайте вместе посмотрим размер. Какая между ними разница. Ну, она очевидна. Ну, все красиво и то, и это покажу, какие внутри эти, какие вот эти. Здесь пуховочка, конечно, другая. Она более, более роскошная, что ли. Я даже забыла, как они выглядят. Посмотрите, какие они тоже красивые. Достала и снова себе позавидовала. Нужно положить их куда-нибудь на видное место, потому что я всегда забываю. И я просто ими не пользуюсь. А вот когда они будут здесь где-нибудь лежать, то, конечно, я буду помнить. Вот мои метеориты. Нужно пользоваться. И эти. Но эти прям новогодние. Хотя те были новогодними. Не знаю. Все мне нравится. Очень красиво. Мне кажется, эти даже на загорелую кожу будет красиво, знаете, на солнце поблестеть. Так же пахнут. Наверное, метеориты не стоит описывать. Прежде всего, это, конечно же, для красоты. Для того, чтобы себя порадовать. Это игрушка. Но какая игрушка? Роскошная. И, в принципе, она, эта игрушка красивым делает лицо. Лицо становится немного с блеском. Нельзя сказать, что прям что-то матирует сильно. Но вот, знаете, такой маленький-маленький штрих, который дополняет ваш образ. И это очень красиво. Три метеорита передо мной. И все такие роскошные. Дальше. Что я вам покажу еще? А я вам покажу Джо Малон. Это коробочка. А это красивейший скраб. Вот такой. У меня небольшой объем. 100 грамм. Мне очень он понравился. Сейчас я вам покажу. Прежде всего, оформление. Посмотрите, какая роскошная линейка. Это линейка с витамином Е. Там все в черных баночках. Очень красивое. Я уже вот столько использовала. Много. Как мне нравится этот аромат. Ну, вот моя подруга пошла и сказала, что ей не нравится. А мне прям безумно нравится. Он такой яркий, насыщенный, густой аромат. Как будто цедра там. Как будто, может быть, даже кофе. Или теплота вот эта невероятная. Просто, не знаю, хочется съесть, закутаться в плед, держать этот скраб, обниматься с ним. Мне понравилось его действие. Это не такой скраб, чтобы, скорее всего, это баттер для тела, нежели скраб. Потому что нельзя сказать, что здесь какие-то скрабирующие частички очень заметные. Но написано так. Наносить на влажную кожу сильными круговыми движениями. То есть, если сильными круговыми движениями наносим, то, естественно, мы чувствуем в первый момент эти скрабирующие частички. Но это буквально 5 секунд. Потом это все растворяется и кожа становится напитанной. Я рекомендую его купить всем тем, у кого очень сухая кожа. Потому что это вам действительно поможет. Кожа не нуждается в дополнительном увлажнении. Но если вы еще и увлажните кремом сверху, то вы будете пахнуть, во-первых, очень ярко и сильно и красиво, на мой взгляд, на мой вкус. И у вас будет еще и такая упругая, красивая кожа. Мне очень понравилось действие этого скраба. Люблю я все красиво. Мне подарили два таких пробничка. Это какой-то сорт дорогой чая. Называется Midnight Black Tea. И он мне тоже понравился. Он тоже густой, он заметный, он яркий. Ну, яркий для Джумалон. Потому что в Джумалон, по-моему, вообще нет ярких ароматов. Их нужно наслаивать. Наслаивать я уже говорила, что если вы покупаете аромат и ждете от него, что вы будете благоухать и все это заметят, то это неправда. Нужно будет купить и гель для душа, и крем, и пилинг, и только сверху нанести аромат. Только в таком случае вы будете пахнуть. Хорошо еще, если текстиль ваш будет пахнуть ароматом от Джумалон. Тогда будет вообще... Хотела очень сильно купить гель для душа. Мне очень нравится гель для душа от Джумалон. Но он был только в аромате лайм, мандарин, по-моему, называется. Но я не очень его люблю. И я хотела насыщенный аромат, гранат, мой любимый. Но его не было в миниатюре. Он есть только в большом объеме. Поэтому не удалось купить. Так, и еще покажу вам, наверное, я свою покупку. Я очень давно хотела приобрести в бутике дефиле. Огромный пакет. Я люблю показывать свои большие пакеты. Туфли. У меня точно такие же ботиночки этой фирмы Charlotte Olympia. И теперь я купила туфли. Я их покажу, потому что они мне безумно нравились. Вот я даже два скидки и купила. Правда, они такие большие, но все-таки. Вот. Кажется, они такими огромными опять на экране. Нет, на самом деле маленькие. Мне все нравится в этих туфлях. Они безумно удобные. Очень просто удобные. Потому что к другим нужно привыкать. А этим нет абсолютно. Мне нравится этот знак. Все мне в них нравится. И я хотела именно черные, потому что есть обычные кожаные туфли. И здесь, как мои ботинки, это здесь золото. А именно черных я нигде больше не находила. И на сайтах нигде. Поэтому я ждала, что именно в этом магазине будет какая-то скидка. Я их куплю. И вот они все-таки дождались меня. И, видимо, они мне и принадлежали. Вот такая вот, я считаю, удачная покупка. Очень они мне нравятся. Попадить по этому магазину можно будет по ссылке, которую я оставлю под видео. А с вами прощаюсь. Всем пока-пока.